И Господи, люди... Успенский пост начинается с медового спаса, или говоря церковным языком, происхождение честных древ животворящего креста Господня. Традиция празднования уходит своими корнями в Византию. 1 августа по старому стилю, 14 по новому, часть животворящего креста из Домовой Церкви Греческих Императоров приносили в храм Святой Софии. Священники совершали чин освящения воды, которая имела особую силу. Это праздник, особо чтится народам. История его древняя, еще в Константинополе, когда этот город посещали море, эпидемии. И тогда по благословению патриарха древо животворящего креста износилось в город, и обносилось по городу, по улицам носили, и эпидемия болезни успокаивалась. И вот с тех времен, всегда церковь нам 1 августа по церковному стилю предлагает эту великую святину, когда мы молимся, и каждый из нас имеет возможность приложиться к животворящему кресту Господню. Праздник с большой историей сегодня сплачивает тысячи прихожан православных храмов всего мира. Время Спаса приходится на конец сезона заготовки меда, и урожай этого года довольно неплохой. За это благодарят люди Бога, а еще, находясь в храме, просят благословения и душевных сил. Для того, чтобы дальнейшее оградить свою семью от бед, народ наш в этот тяжелый час, в принципе. Поэтому хочу, чтобы все было хорошо, помолиться Богу. По мнению самих заготовителей, в домашней кладовой любой хозяйки мед должен занимать почетное место. Это лучшее лекарство от многих болезней, без побочных эффектов, и, что немаловажно, с изумительным вкусом. Освещенное в праздник лакомство бесспорно будет иметь двойную пользу. Мед пошло, наверное, издавнее. Мед, воду освещаешь, потом натощак вместе с святой водой, или когда кто-то болеет, по чуть-чуть принимаешь. Более веришь во что-то, что тебе Господь помогает, излечивает от чего-то и душу, и тело.